Гоморрагическая болезнь кроликов. Разводят кроликов ради вкусного диетического мяса и ценного меха. Но иногда эти милые животные подвергаются болезням. Одна из них, и пожалуй, сама я страшная, это гоморрагическая болезнь кроликов ВГБК. Ввиду того, что она поражает все органы зверька, а в первую очередь печень легкие, ее называют некротическим гепатитом или геморрагической. Не в мании, а в народе прозвали гоморрагичкой у кроликов. Латинский вариант названия болезней – хомархеджик. Это одно из острых инфекционных заболеваний, при котором поражаются все органы животного. Появляется это заболевание внезапно, очень быстро развивается и распространяется. Поголовье погибает в считанные дни. Из-за этого в народе ей дали еще одно название – чумка. Первые заболевания ВГБК. В 1984 году впервые выявили это заболевание у ангорских крольчих на ферме в Китае, завезенных из Германии. Но сама Германия до 1988 года молчала о наличии ВГБК. Заболевание начало распространяться с небывалой скоростью и в 1986 году достигло России. На Дальнем Востоке, совхозе, Дальневосточный, Хабаровского края, который граничит с Китаем, был обнаружен первый очаг этого заболевания. Ведь врачи сразу не смогли поставить диагноз – заболевших кроликов пустили под нож. Увидев пораженные внутренности, мясо утилизировали, а шкурки отправили на фабрики. Они даже не предполагали, что таким образом заболевание распространилось по регионам России. Гоморагическая болезнь кролика в пути передачи возбудителя. Возбудитель этого недуга – РНК, в котором содержится болезнетворный вирус семейства калицивирусов. Он сохраняет свои свойства больше пяти лет. На него не действует ни заморозка, ни эфир, ни хлорка. Вирус ВГБК кроликов передается через пищу и воду почву корма, а также респираторным путем. Возбудитель гоморагической болезни может находиться в транспорте, в котором перевозятся кролики. Также вирус может передаваться насекомыми, контактирующими с больным животным. Возбудители этой болезни отлично сохраняются долгое время в шкурках животных и пухи, но и, как следствие, в изделиях из них. Если животное подверглось этому заболеванию, то его лучше сразу же забить и утилизировать. Наибольшей восприимчивостью к данной болезни являются кролики старше трех месяцев и весом свыше трех килограмм. Важно! Если клетка изготовлена из металла, вирус сохраняется не более 30 дней, а вот в клетке, которая сделана из дерева, он может сохраниться до двух месяцев. Чумка у кроликов Симптомы и диагностика Эта болезнь очень быстро протекает. Иногда инкубационный период длится всего пару часов. Может получиться так, что покормив и не заметив каких-либо изменений в поведении животного, к следующему кормлению хозяин находит уже мертвое животное. Если же течение болезни не такое острое, то примерно через 3-4 дня после контакта с больным животным у кролика может появиться расстройство. Нервные пищеварительные системы Стул жидкий и пенистый Он отказывается от пищи, его лапки судорожно дергаются, голова запрокидывается, дыхание становится прерывистым, появляется раздражительность, они пищат и стонут. Также могут появиться желто-красные выделения из носика. Все это происходит в считанные минуты, каких-то 5-10 минут и кролик мертв. Одним из первых симптомов ВГБК у кроликов может быть повышение температуры тела. У здорового кролика она 38-39 градусов, а инфицированного выше 40 градусов. Поставить точный диагноз в начале болезни практически невозможно, поэтому так высока смертность кроликов от этого недуга. Симптомы ученые провели эксперимент, ввели здоровому зверьку вирус, животное погибло через 2 дня, в то время как контактирующие с ним особи, на 5-6 день. Важно! Гоморагической болезни подвержены только кролики. Иные животные и люди этой болезнью не болеют. При проникновении вируса в организме кролика происходят такие процессы. Попав в организм, вирус быстро развивается, поражает систему. Кровообращение поражает лимфатическую систему. Изменяются клетки организма, образуются подкожные отеки и узлы. Происходит кровоизлияние. В слизистой оболочке глаз вызывает рвоту. С обильными примесями крови поражает печень почки. Легкие. Наблюдается сильное увеличение данных органов. Селезенка заполняется кровью. Лечение. К сожалению, гоморагическая лихорадка у кроликов лечения не подлежит. Нет такого лекарственного препарата, который мог убить этот страшный вирус. Если пушистого зверька постигла такая беда, то он обязательно умрет. Для сохранения поголовья, надо своевременно проводить вакцинацию животных. И вакцину против этого заболевания необходимо всегда иметь всем животноводам. В холодильнике она может храниться до двух лет. В целях профилактики вводить сыворотку необходимо всем кроликам, начиная с шестинедельного возраста. Затем через каждые три месяца. Вакцинация, хотя применение специальной вакцины все равно не дает 100% гарантии, что кроличье семейство будет защищено. Меры профилактики Если возникло заражение у одной из кроличьих семей, необходимо немедленно провести профилактику во всех остальных семьях. Животноводам, у которых кролики заразились в этим недугом, нужно понимать, что такую крольчатину нельзя употреблять в пищу, а также продавать нельзя, переводить больных кроликов из одной клетки в другую, не случать с кроликами из других гнезд, выделить отдельный инвентарь для ухода заинфицированными животными, а после тщательно его продезинфицировать, остальным кроликам срочно провести вакцинацию. Помет от больных особей необходимо подвергнуть биотермической обработке и утилизировать за пределами хозяйства после контакта. С больными животными одежда инструменты надо продезинфицировать, руки тщательно вымыть с использованием дезинфицирующих средств. Умерших животных сжигают. Вымыть тщательно руки в качестве дезинфицирующего средства можно применять следующие вещества Карболовая кислота, свежегашенная известь и едкий натор. Вирус мутировал. Многие кролиководы паники, ВГБК мутировал. Официальное название новой формы – RHDV2 – Робид Хамархеджик Дисис Вирус 2. С 2010 года новое заболевание уже посетило такие страны, как Франция, Италия, Португалия, Испания. Данный вирус уже не реагирует на старые вакцины, мало того, если первая вирусная геморрагическая болезнь кроликов не поражала молодняк. Моложе третьих месяцев, то RHDV2 поражает малышей 3-4 недель, а вакцинации в этом возрасте еще и речи быть не может. Крольчата новый вирус от старого отличается еще большей скоротечностью болезни, поражением невакцинированных малышей и еще большей смертностью практически 100% летальный исход зараженных крыльчат. А так, в целом, болезнь протекает с теми же симптомами – одышка, отсутствие аппетита и жар. Как себя ведут хронически зараженные ушастые животные? Будут они являться переносчиками вируса или абсолютно выздоровеют? Специалисты еще не готовы ответить на эти вопросы. Заражение происходит так же, как и при классическом ВГБК. Зараженных ВГБК животных невозможно спасти. Поэтому, чтобы уберечь поголовье кроликов от страшного вируса, необходимо проводить своевременную вакцинацию и соблюдать правила гигиены при уходе за зверьками. 00.VOT.ARTICLE.RATING Субтитры создавал DimaTorzok